Транспортные масштабы в канализационной аварии. В черной дыре идут работы по укреплению грунта. Напомню, серьезный провал на улице Горной образовался почти два года назад. Там на глубине 16 метров прорвало канализационный коллектор. После первичного обследования тогда заявляли, что устранят провал уже через месяц. Затем через два, потом через полгода. Но работы так и не начинались, а дыра все росла. Выяснилось, что процесс ремонта коллектора и укрепления грунта будет крайне сложным. И вот после длительных проектных работ и выбора подрядчика черная дыра ожила. Сейчас рабочие ведут работы по укреплению грунта в котловане. На данном этапе мы производим монтаж металлоконструкций для ремонта непосредственно коллекторов. Данные сваи забурены на 33 метра, чтобы не было давления грунта при ремонтных работах. Сейчас вот этот обвязочный пояс пройдем и дальше углубимся еще на определенное количество метров. И снова будет обвязочный пояс. Таких поясов будет 4. До нас, которые строители, фирма, которая была, она пыталась здесь что-то произвести, но у нее ничего, походу, не вышло. Возможно, масштаб проблемы, может быть, не рассчитали. Матровая шахта была выполнена предыдущим подрядчиком для того, чтобы установить границы провала. На данный момент времени она свою роль выполнила, поэтому демонтируется. Работают все трудоемкие, такие как и по буросекущим сваям, и по укреплению грунтов. То есть работа требует достаточно длительного промежутка времени. Эти работы можно сравнимо, как строительство метро. Просто так подойти к ковшам экскаватора, откопать, положить новую трубу здесь невозможно. Это укрепляется и существующий коллектор, который несущая способность увеличивается в разы. Кстати, к 1 июля рабочие обещают полностью восстановить коллектор. А уже к концу лета закончат все работы по благоустройству и ремонту дороги, чтобы привести улицу Горную в первоначальный вид.